здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас довольно важная тема потому что ее касаются многие средства массовой информации и в интернете об этом идут и споры разговоры многие хотят чтобы это произошло в их жизни некоторые к этому относятся скептически принимаются определенные государственные акты законы и так далее в любом случае тема детей детей приемных это очень такой важный элемент нашей современной жизни потому что ну наверное не бывает детей одиноких мы в общем то все должны каким-то образом постараться сделать так чтобы человеку ребенку особенно было не одиноко в нашей жизни и есть специальные службы которые в этом помогают сегодня мы поговорим с екатериной викторной похода и вы заведующий отделом семьи детства окружного управления социального развития номер три министерства социального развития московской области здравствуйте катерина здравствуйте ну правильно ведь проблема это есть вот я сразу такой вопрос адресу и скажите много вообще желающих или снизился уровень потому что в сми как-то мы все время слышим значит вот тот взял ребенка тот взял ребенка этому запретили тогда такой знаете желтый шум вот на самом деле многие желают стать приемными родителями до достаточно большое количество людей которые готовы помочь ребенку оставшимся без попечения родителей воспитываться в семье из их числа много усыновителей которые готовы принять ребенка на правах кровного и также есть профессиональные семьи приемные семьи до которые воспитывают детишек еще такой один вопрос лирическо романтически все-таки усыновить или удочерить или то это может работать но я законом к по закону это усыновить удочерить то есть если это мальчик то это усыновление если это девочка то это удочерение то есть у нас слава богу в этом плане два пола сохраняем да хорошо вопросы будут серьезные мы подготовились и это такой свод вопросов которые волнуют но из точки зрения документального подхода но конечно какие то могут возникать у меня может быть дилетантские немножко но тем не менее и так представим себе человека гражданина до которого появилось такое желание вот с чего все начинается и как можно сидеть человек дом и думает вот я готов я знаю деньги есть возможности мы сейчас на на будем рассматривать разные варианты но возьмем семью до мужчина женщина хотят усыновить кого-то или удочерить как это работает но безусловно для начала они должны все хорошо взвесить для себя готовы готовы ли они да не просто что у них желание появилось такое принять ребенку на воспитание свою семью все-таки сама готовность да это важный шаг ответственный шаг и тем самым они уже предотвращают повторный отказ от ребенка а такую тоже плюс но люди к сожалению не все готовы к счастью да у нас уже давно таких возвратов не было такое может это когда ребенка взяли но он допустим лишь то не могут не могут не справляются катастрофа катастрофа ожидания их не да как бы вот рухнули они ожидали одно планировали что ребенок будет вести себя по-другому что ребенок будет склонен к изучение математических способностей а ребенок как-то по-другому себя повел он допустим там больше склонен к русскому языку а не к математическим способностям ну либо там не сошлись характером ну то есть это такой очень важный ответственный шаг а не понимать что безусловно мне кажется многие забывают что любой любой ребенок неважно какого возраста потому что так понимаю усыновление шпора и удочерения по-разному происходят да где-то от грудного до у нас до скольки общий ребенок до 18 лет до 18 лет то есть даже 17 лет можно принципе усыновить или такие случаи есть такие у нас радует и это кстати тоже наверное какой степени кому-то удобно потому что как 17 летним мальчиком или девочкой поговорил и уже понятно что математические способны но нет больше конечно часть таких детишек уже подросткова да скажем так воспитывались уже в этой семье допустим в приемные либо в опекунской семье и на протяжении там длительное время между ними сложились уже эти родственные отношения да и конечно опекун уже как хочу быть вот да уже все давай же мамы официальной мамы законным представителем чтобы этот ребенок уже мой подопечный наконец-то стал носить мою фамилию отчество мужа да и и это мы говорим уже так опекунская семья когда немножко такое другое направление сейчас данном случае но мы вернемся к тем вот двум женщин и мужчин уж не знаем по каком причине часто по медицинским да может быть даже показать большинство не получается ребенок были было несколько попыток но охочется да я так понимаю есть какая-то школа да да каждый гражданин который выражает да скажем так желание готовность принять на воспитание ребенка оставшись без печени родителей должен пройти школу приемных 30ぉ за пройдет обязан по законодательству до российской федерации обязан пройти школу приемных родителей но здесь она у нас есть выбор c�� from округе люберц и на базе городского округа люберца у нас существует три школы приемных родителей которые проводят такие обучения и также в городском округе держимский ну то есть есть возможности и то есть приближена это возможность скажем так для людей и человек все-таки принял решение и одного его решения мало есть требование еще до со стороны государства я так понимаю вот но у наших много фильмов всяких разных где показывают приехала что там вышел ребенок улыбнулись все или наоборот плохой финал так далее но есть некое такое ощущение что человек совершает такой маленький подвиг как бы с другой стороны люди которые хотят чтобы у них были дети для них это такая вот важная какая-то история мы они может быть даже не думаю что какой-то подвиг совершать но есть требования давайте мы сейчас разберем что это за требования кто имеет право на усыновление и удочерение а кто не имеет права но безусловно это гражданин который прошел школу приемных родителей и заин российской федерации гражданин российского операции совершеннолетний гражданин дееспособным гражданин это врачи определяют дееспособность да он проходит медицинское обследование справка должна быть справка определенные формы 164 у на основании которые комиссия дает заключение может он по состоянию здоровья быть опекуном ну замещающим родителя дожим тогда по всем форум либо не может так что еще далее он должен не должен быть лишенным либо ограниченным в родительских правах в отношении своих кровных детей ранее отстраненным от обязанности опекуна попечителя либо усыновителя то есть второй раз уже не войдет в эту речку нет если по каким-либо причинам опекун может быть не освобожден освобожден это по желанию либо там по обоюдному согласию отстранение это если законно предстоит ребенка опекун допускает какие-то нарушения в отношении правовые в отношении воспитания ребенка образование ребенка не дай бог там жестокого обращения ребенка да и опекуна отстраняют от обязанности его на и он больше никогда в своей жизни не сможет то есть он не может снять даже этого наказания себя так что еще соответствующую базу которая видится российской федерации играет роль одинокий мужчина одинокая женщина семья и или там я не знаю семья где но я сейчас разные варианты да там третий брак четвертый брак в законодательстве у нас нет ограничений на в этом плане да на то чтобы гражданин одинокий либо в браке либо там несколько раз уже был в браке был опекуном самое главное чтобы он собрал документы в соответствии с требованиями законодательства прошел медицинское обследование а какие там еще бы документами все назвали нет конечно нету хотя бы так основная понимаешь список огромное но и так ну медицинское освидетельствование медицинское освидетельствование обязательное паспорт гражданина российской федерации снилс сейчас очень актуально везде пишут где ваш снилс снилс автобиографию свою краткую должен предоставить про это что психологическое видимо да да и в том числе чтобы там мы видим из нее ну допустим если гражданин автобиографии указывает что месяц проработал там потом уволился месяц проработал там там три года не работал три года не работал но уже какой-то зван или личностные да уже можно определить личностный характер и может даже за не на но же можете писать автобиография может да написать по-другому но в законодательстве прописано что краткая автобиография пишется самим гражданином и указываются основные моменты его жизнь и он несет за нее ответ да и он несет официально за что же предоставление сведений справка об отсутствии судимости но она заказывается заказывается либо на госуслуга либо органы опеки имеет право ее заказать выписка из домовой книги финансово-лицового счета либо иной документ подтверждающий право пользования жилым помещением то есть гражданин должен иметь постоянное место регистрации не временно постоянно постоянная регистрация обязана быть у гражданина медицинского мы с вами назвал что-нибудь из по полиции милиции какая-то нужно это справка гвд об отсутствии судимости если мы говорим психолог нарколог вот это это входит в медицинское да то есть там создается комиссия в которую входят несколько специалистов врачей том числе узкого профиля понятно но и в там еще какие-то документы мы понимаем что есть может быть по по мелочи в хорошем смысле слова и если все эти документы справка о доходах еще обязательно до доход должен справка должна быть с места работы с указанием занимаемой должности гражданином и плюс подтвердить он свой доход должен за последние 12 месяцев за год до за год а какой доход должен быть не меньше прожиточного минимума каждого члена семьи с учетом если мы говорим про установление то с учетом будущего ребенка а играет роль вот мы разобрали понятно все могут но если многодетная семья вот сейчас вы наверное слышали все вот все обычно говорят как здорово а некоторые говорят что бывает мама с папой пьющие берут еще детей на них вода и выделяют деньги государства они эти деньги пропивают ну такие же истории мы знаем много многодетных берет у нас даже есть приемные семьи многодетные о чем мы говорили да потому что на законном ограни и не тогда есть количество до до 8 детей имеют право принять свою семью и естественно за этими семьями не просто так происходит установили ребенка передали под опеку или в приемную семью забыли про него нет за ним осуществляется контроль за условиями жизни за образованием за здоровьем ребенка в том числе за если есть имущество отслеживается имущество до 18 летнего да мы об этом уже говорили с вашими коллегами сейчас мы сделаем небольшую паузу первую часть мы прошли напомню что говорим мы сегодня об усыновлении и удочерение детей какие бывают формы и многое другое узнаем во второй части программы напомню что эта программа открытый диалог у нас сегодня в гостях екатерина викторовна походаева заведующая отделом семьи и детства окружного управления социального развития номер три министерства социального развития московской области говорим мы об усыновлении удочерения детей вот тут возникает такой вопрос какие вообще сегодня есть формы устройства детей которые так или иначе остались без попечения родителей и чем их главное отличие потому что вот мы как бы представляем себе пришли люди взяли ребенка семью а какие бывают варианты тем более слово опекун есть какой-то биологичный при ровный кровный ребенок это биологический ребенок который по крови на сегодняшний день естественно приоритетными формами устройства детей сирот детей стаж обеспечения родителей это семейные формы устройства это самое как бы приоритет на усыновлении либо удочерение ребенка которое происходит в судебном порядке выносится решение об удочерении либо усыновление ребенка ребенка в данном случае присваивают фамилию усыновителя имя можно поменять даже до отчество усыновителя если мы говорим об одиноком маме то можно придумать придумывать да это отчество и то есть грубо говоря мы можем поменять ребенку имя но и фамилия и фамилия и имя отчество в том числе у нас закон предусматривает исключительных случаях можно поменять место и дату рождения этого ребенка ну то есть такой как бы меняем человеку жизнь вот тут возникает еще один такой вопрос по ходу дела сейчас о других формах поговорим приемная семья опекунство еще да а скажите пожалуйста вот вы 17 лет да в принципе еще ребенок а кто кто-то спрашивает вообще у детей на понятно что у грудного никто не спросит кто-то спрашивает вообще желание ребенка он хоть как это происходит как знакомство за иску вернемся к первой части нашей программы когда гражданин получает заключение возможности быть кандидатом в замещающие родители до либо усыновители в опекуны приемные родители он заполняет там анкеты и становится на учет в органах опеки попечиста по оказанию содействия в подборе ребенка на воспитание в семью так если есть те детки которые подходят по желаниям до данного гражданина естественно органы опеки ознакомливают и то есть рост глаза цена графе анкетные данные ребенка статус ребенка до что с биологическими родителями ребенка состояние здоровья группа здоровья если гражданин говорит да все мое я хочу поехать познакомиться выписывается направление на посещение данного ребенка в учреждении которые находятся и гражданин едет знакомиться непосредственно с ребенком общается с представителями учреждения и тем самым устанавливается контакт да то есть там психологи тоже работают все представления становлению на вот этих детско скажем так родительских отношений в будущих и естественно если ребенок старше 10 лет он выражает свое мнение по данному вопросу старше 10 лет я хочу вас или наоборот хочу а ведь есть еще такой вариант извините еще немножко киношного можно это когда ребенок соглашается лишь бы сбежать из этого учреждения на самом деле он не хочет как-то такой вариант может быть ребенок но все равно работают психологи детей сразу и ребенок не исчезнет если будет за ним все равно будут следить за ним будут наблюдать за семьей в целом будет следить наблюдать да ему просто у него не получится исчезнуть вот у нас совсем недавно лет там пять даже может быть уже больше назад мы помним ситуация с иностранными усыновителями было много шума по этому поводу были сразу всевозможные разговоры о том что вот берут детей над ними издеваются там за границей потому что как бы другие правила и так далее сегодня у нас уже иностранные граждане не могут никого я так понимаю да вот и органы опеки да так это называется все равно следят до какого возраста они следят до 18 лет то есть если я вас совершеннолетия ребенка но также мы отслеживаем своих детишек до 23-летнего то есть это уже лица из числа детей-сирот до 23-летнего а зачем их отслеживать до такого возраста чтобы по правильному пути пошел или как ну сами понимаете ребенок должен быть социализирован в обществе да когда 18 лет мы еще да вот поэтому как правило если мы говорим о приемных родителях и опекунах то они как правило оформляют на детьми патронат до до 23-летнего возраста и помогают им в решении всех их правах потому что допустим вот дали выпускнику скажем до 18 лет нему ребенку но уже не ребенок уже совершеннолетний гражданин квартиру это оплата коммуналки да то есть он должен рассчитывать свой бюджет оплата коммуналки продукты и тому подобное он этого еще не умеет а по сути и здесь патронатный воспитатель ему в помощь меня тут сразу криминал ведь как меня быстро работает возьмем нехорошего человека по документам он хороший сразу же говорю он прикидывает стоп а вот 18 лет дадут квартиру то есть если он оформляет опекунство или патронат тогда квартиру не дают не дают конечно ребенку если ему положено от государства квартира ему по достижению 18-летнего возраста вручаются ключи от квартиры но с ребенком заключается договор специализированного найма жилого помещения на пять лет в течение пяти лет он не может не продать это данное жилье ну чтобы мошенники до не пользовались данным моментом и и при этом может быть опекун он не опекуном патронатный воспитатель он просто как в помощь для социализации ребенка де-факто он же получается квартиру может за иметь через мир не может иметь он не является его законным представить но она может быть в его распоряжении он может там не знаю аренду издала поэтому до 23 лет отслеживаем ведь у меня реже вам как я криминальный мозг работает поэтому почему то что мы слышим разные истории слава богу что на нашей территории так как не было как это происходит это отчетность какая-то приходят документы проверки внезапные проверки мы как органы опеки имеем право внезапно приехать проверить также патронатный воспитатель сдает документы с отчетами если что-то не так то естественно мы принимаем меры то есть да либо мы даем рекомендацию что он здесь надо усилить в этом плане до контроль за ребенком или если это мы до и плохо с едой на кухне ничего нет надо да но может быть такой вариант что вы можете забрать да и как-то закрыть этот вопрос и совсем все плохо если не выполняет а пику да если опекун да это отстранение опекуна если все плохо чем разница между опекуном и усыновителем все таки глава усыновитель это принимает ребенка на правах кровного ребенка то есть он становится его родным ребенком с судебном порядке мы сказали да что это законный представитель этого ребенка как родные мамы и папы то есть как обычно то есть как ровные и право на следование всего право на следование все остальное тем самым ребенок чувствует себя скажем так полноценным членом уже социализирование социализировано так опекун опекун на это вот тетя родная же может быть тети может быть опекуном приоритетные между прочим на передаются дети это родственникам бабушкам дедушкам тетям дядям родным кровным брата и сестре это приоритет случае если они отказываются от принятия ребенка такие есть к сожалению есть по ряду причин если это бабушка то она может быть старенькая по состоянию здоровья не подходит дядя может там а социальный образ жизни вести сестра молодая не может потянуть скажем так эту ножку приемная семья вернемся еще к этому так вот я бы даже сказал попули как популярному что ли на сегодняшний день рассказом и так далее вот опять же мифологизация тоже существует предположим четыре ребенка своих и как вы сказали до 8 и 4 ребенка даже не 4 пусть 2 будет 2 усыновленных вот есть ощущение что все равно же не будут делиться я кровная не кровные ну как правило это я плохой эти люди до которые приняли решение принять ребенка они не делят между своими кроме да а сами дети дети привыкают ведь когда сами понимаете когда хорошо но вот да тогда и дом и все хорошо валишь дети между собой про от детей сейчас все-таки у нас век есть телефон и так далее бывали вас такие случаи или пускай даже не конкретно вашим а вообще в самом так сказать по стране случае когда дети выходили как-то на связь с органами как и сообщали что вот им там невозможно жить а вы приезжаете например все хорошо они дают сигнал что нехорошо ну если не дай бог поступит такое сообщение в органы опеки то мы естественно незамедлительно реагируем создаем внеплановую проверку можем включить состав комиссии до психологов со службы сопровождения которые работают школе приемных родителей и да хотел бы добавить что если семья принимает детей на воспитание в семью то мы обязательно их направляем службу сопровождение сопровождения замещающих семей при школе приемных родителей где работают с ними психологи не только с ребенком но и с родителями семьей в целом тем самым укрепляются вот эти вот межличностные отношения в той же семье если какие-то проблемы не дай бог да вот как вы говорите сигнал сигнал да мы обязательно включаем службу сопровождения психологов чтобы мы поехали и психолог же больше нас может увидеть да ну конечно по каким-то другим каким-то там уже признакам по рисункам да 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 но мы движемся к завершению понятно что служба сложно в данном случае тоже наша служба опасная трудно потому что все связано с человеком и как ни крути на каком-то этапе все-таки принимается до 10 лет точно за кого-то то есть у ребенка нет особого такого права то есть его жизнь немножко распоряжаются до хорошем направлении пытается ему помочь я хочу все таки завершить на оптимистической ноте потому что вы сказали что приходят документы оформляют значит это работает есть какая-то обратная связь уже от взрослых людей которые когда-то были маленькими которых значит то ли опекунные то ли родители которые я не знаю как то там спасибо сказали или какая-то существует такая история нам всегда очень приятно когда приходят мы их так называемые наши выпускники которые уже до вылетели свободное плавание скажем так и уже взрослые и довольно часто приходят мы общаемся обнимаемся как с родными и делятся своими успехами успехов многое и мы гордимся этим у нас то есть ребята практически то есть есть молодцы вас элемент есть и они закончили высшеучебное заведение устроились на хорошую работу завели семья когда они присылают у отца по нам фотографии родился ребенок мы радуемся сами за них и но мы уже все вместе да и на протяжении длительного времени мы с семьей ты общаемся они уже все наши родные да вот поэтому брать такое название напомню что заведующий отделом семьи детства окружного управления социального развития номер три министерства социального развития московской области но за тяжестью и длина той этого названия стоят конкретные люди которые работают спасибо что вы нам все так сказать разложили по полочкам это первое второе спасибо за то что у людей которые но в силу обстоятельств так у них же сложилось у них есть возможность стать людьми это важно но и конечно отдельное спасибо наверное тех кто в силу опять же тех или иных причин имеет сына дочь а может быть даже нескольких на лу бы не быть поэтому работа сложная внимание контроль но в любом случае я думаю что после нашей программы возможно кто-то к вам придет так что готовьтесь мы всегда открыты екатерина походаева была гость нашей программы это была программа открытый диалог всего доброго до свидания